92-летний Юрий Прозоров прошел всю войну. Участвовал в Сталинградской битве, был ранен. В послевоенное время работал в Беломоро-Онежском пароходстве. Сейчас инвалид первой группы. Таких, как он, осталось мало. А таких, как он, государство обещает позаботиться. Инвалиду и семье, имеющие инвалида, должны предоставить земельный участок. Пятый этаж и все. Подниматься тяжело стало. Очень тяжело. Я так один пролет пройду, отдохну, один пролет пройду, постою. Если клочок этот земли, если бы где-нибудь в черте города, во всяком случае не в 50 километров, то можно было бы мне тогда с этой квартирой расстаться, как говорится. В ноябре прошлого года право на предоставление земельного участка подтвердила городская администрация. Вот соответствующее постановление, где черным по белому написано утвердить схему участка, провести кадастровые работы и межевание. Все это было сделано родными и близкими, естественно, за свой счет. Но в мае, когда семья уже была готова заключать договор аренды, пришел отказ. Оказалось, что Юрий Владимирович, имея благоустроенную двухкомнатную квартиру в центре, не имеет права на аренду земельного участка. Сложилось так, что нас собрали всех в апреле месяце в администрации, сказали, что, к сожалению, если вы подтверждаете, что вы являетесь нуждающимся, то дальше вам зеленый свет, если вы не подтверждаете, то участок у вас изымаем. Он очень расстроился. Теперь участок выделят только тем инвалидам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В администрации Петрозаводска разводят руками. Это решение Верховного суда Российской Федерации. Ситуация, конечно, сложная. Есть у нас граждане, которые уже получили постановление об утверждении схемы земельных участков. Но на сегодняшний день администрации принято решение отказывать данным гражданам. На основании нового постановления только в апреле этого года более 30 отказов. Это те, кто опоздал. Вплоть до марта участки раздавали всем инвалидам. С марта только нуждающимся в улучшении жилищных условий. Поправка отсеяла большую часть очереди. В мэрии, уверяют, мера вынужденная. Земли на всех не хватает. Вот, к примеру, Древлянка-4. Здесь предлагались участки инвалидам. Кусок леса. Без межевания, без кадастра, без инфраструктуры. Но теперь отобрали и это. Марина Кабатюк, Иван Медведев, телеканал НИКО+.